О том, что белорусский лётчик Владимир Дикун когда-нибудь вернётся на родную землю, не надеялись даже родственники, которые, несмотря ни на что, продолжали его искать. Фронтовые письма отца, рассказывает дочь Людмила, перестали приходить ещё летом 42-го. Позже семье сообщили, что офицер не вернулся с боевого задания. В многолетнюю тишину и, казалось бы, уже привычный статус без вести пропавшего сменила новость из России. Останки боевого лётчика обнаружены в деревне Зайцева гора в Калужской области. В детстве смотрела, как возвращались эти солдаты, а папа нет. Как-то обидно было. Мы не ждали, что он вернётся. Мы знали, нам ответили, что он погиб. И даже не было их похоронки, не было ничего. Владимир Дикун служил в авиаэскадрилле Приволжского военного округа, участвовал в битве за Москву, воевал на Западном фронте. 2 июня 1942 года, после выполнения боевого задания, он возвращался на аэродром и был сбит противником. У самолёта оторвало крыло, и он упал в болото. Обломки обнаружили ещё в 60-х. Только вот личность пилота тогда установить так и не удалось. Останки захоронили неподалёку от катастрофы. Сколько тебя ждала бабушка и дедушка. Они так и не дождались. Но с возвращением на родную землю. Мысль о том, что в безымянной могиле в самой гуще леса лежит неизвестный солдат, долгие годы не давала покоя членам поискового отряда «Зелёная верста». Волонтёры собрали информацию о всех падениях штурмовиков в этом месте. Затем выписали данные номерных деталей и обратились в Центральный военный архив. Так удалось идентифицировать лейтенанта Дикуна, совершившего 40 боевых вылетов, и организовать доставку его останков на родину в Жлобинский район. Солдаты, которые сражались за родину, их называют деды, прадеды. Для нас это прежде всего наши товарищи. Они сражались в нашем возрасте. Люди остались именно и сохранили тот задор. Я считаю, что скорбеть нет смысла. Мы вместе с ними радуемся, что они вернулись с войны, и мы их принимаем как своих боевых товарищей. Похоронили лётчика со всеми почестями рядом с супругой, которая так и не дождалась мужа с войны. В России на месте гибели Владимира Дикуна теперь установят памятный знак. «Присутствует большое количество молодых людей, которые сегодня прикоснулись к той страшной войне. Прошло сегодня более 70 лет, но тем не менее наша главная задача – сохранить память о тех, кто, не жалея своей жизни, сегодня дал нам возможность жить в мире и согласии». Представители «Зелёной версты» теперь намерены активнее работать с белорусскими исполкомами. Говорят, только в этом лесу, возле деревни Зайцева гора, разбились ещё как минимум 4 белорусских лётчика. После очередных разведывательных работ поисковики разместят их имена и фамилии на своих интернет-ресурсах. Максим Ичерков, Владимир Пятенёв. Наши новости. Гомельская область.